Всем привет, с вами Александр Иванчин. Сегодняшним утром я проснулся вот с какой мыслью и решил записать на эту тему видео, потому что уверен, что у многих подобная мысль тоже возникала. Итак, чего я не могу понять? Что же на самом деле останавливает многих людей от того, чтобы начать действовать, и от того, чтобы завести какое-нибудь дело, какой-нибудь бизнес, и останавливает их от того, чтобы начать достигать своих задач, своих целей? Что я имею в виду? Наверняка у каждого есть какие-то цели, какие-то задачи в жизни. Каждый хочет чего-то достичь, да? Но почему вы этого еще не достигли? Почему у вас этого еще нет? Нет большого дома, нет люксовой машины, нет пятикомнатной квартиры. В голове, значит, что-то мешает. Других вариантов у меня просто тогда нет. То есть, выходит так, что у человека есть амбиции, есть желания, но в голове что-то мешает. Это мы уяснили. Я понимаю, что многие хотят, хотели бы начать, и думают, что у них, возможно, нет достаточно денег для того, чтобы начать. Возможно, они думают, что у них нет специальных навыков. Или просто думают, я не смогу начать. Или думают, только другие. Только другие могут быть успешными в бизнесе, в достижении своих целей. Ну, грубо говоря, хорошо там, где нас нет. Или, допустим, вот такой вариант. Он успешен, потому что у него есть большой подписной лист. Я что предлагаю сейчас? Выпишите просто, вспомните и выпишите на лист, на простой обычный бумажный лист А4, все, в чем не уверены. Это важно. Мы сейчас с вами поработаем над этим. Видео короткое, но тем не менее, чтобы с этим разобраться. Потому что, может быть, вы в первую очередь запишите, что нет денег. Может быть, еще что-то вы... Может быть, еще что-то из того, что я упоминал ранее. Или, знаете, мне вот смешно, когда многие на меня смотрят и говорят, да, Александр, ты успешен, потому что у тебя есть огромный подписной лист, ты знаешь, маркетинг. Смешит меня вот почему. Потому что люди эти, они, если бы вообще видели меня 10 лет назад, 3 года назад, я был... Ну, хорошо, 3 года назад, когда я только приехал в Санкт-Петербург, я был совершенно другим человеком. У меня не было ни одного навыка из тех, которыми я обладаю сейчас. То есть, по сути дела, я ничего не знал о бизнесе в интернете. Но что меня отличало от других людей, я просто начал. Понимаете, ну, обстоятельства... То есть, понимаете, вот у человека, для того, чтобы он начал действовать, должны либо обстоятельства так сложиться, ну, чтобы... Ну, не было другого варианта, чтобы не начинать. Либо он действительно должен очень сильно захотеть. И я понял, что любой может быть успешным. Будь то бизнес, новое начинание, успешный в межличностных отношениях, там, с противоположным полом, в семье, в личностном росте. В любой сфере любой человек может быть успешным. Нужно просто начать. Я как стал успешным? Наверное, многие знают мою историю. Я вкратце в двух словах сейчас расскажу. Кто увидит меня впервые, так получилось, что, когда я приехал в Санкт-Петербург, я оказался без работы, и плюс еще на вокзале меня обобрали до нитки. Единственное, там паспорт как бы остался, и сумка с ноутбуком, потому что у меня на плече висело. У меня не было денег даже, чтобы где-то там нашлежку снять, переночевать. И я понял, что это... Вот пришел момент, когда нужно просто выпустить пар, задуматься, чем буду заниматься дальше и так далее. Я ночевал в подъезде, где-то в Петроградском районе, там на площади Льва Толстого есть здание историческое, там расположен театр Андрея Миронова, может кто-то видел. Вот, и там у меня получилось проникнуть в этот подъезд, значит, в нем я сидел, ну как бы некуда было двигаться, просто думал, и там же спал, что-то несколько дней, и попить я выходил, там Макдональдс недалеко от этого здания, вот, то есть когда жажда находилась, то есть мне на еду-то денег не было, попить я ходил в уборную Макдональдс, потому что он был рядом через дорогу, вот. А потом голос стал сильно мучить, и мне, в общем, было некомфортно ходить в Макдональдс, чтобы в туалете там попить воды, потому что эти запахи, они еще больше разжигали голод. И я тогда прошел чуть дальше, Дом культуры Ленсовета, вот, и случайно там увидел просто вывеску о том, что семинар проходит, открытый семинар по интернет-маркетингу, я тогда еще ничего не понимал, ну, в общем, я на него пошел и послушал спикеров, и понял, что, скорее всего, это то, чем я буду заниматься. Потом все просто, я понял, что мне нужен хороший наставник, 11 месяцев я действительно только занимался своим обучением, я, когда, понимаете, вот, когда у человека есть задача, есть цель, я понял, что я буду делать, и я просто к этому стремился, 11 месяцев работал где угодно, тренером, официантом, постоянно впитывал новые знания, покупал кучу различных курсов, программ там и так далее, ну, все больше от зарубежных продавцов, скажем так, потому что в России я не видел никого, у кого можно было бы перенять какие-то навыки. Вот, и через 11 месяцев после вот этих вот упорных-упорных движений, то есть получились первые деньги, потом еще, и потом, потом очень быстро все пошло, на самом деле. Вот, а в это время, то есть я и жена у меня появилась, мы жили в коммуналке, тут тоже можно рассказать, потому что коммунальная квартира, там три комнаты, в туалете нет смыва, потому что нужно идти набирать в раковине воду, там из ведра и нести с собой в уборную, душ на кухне, ну, в общем, все интересно, но тем не менее, то есть там, как бы, там становление, там развитие моё происходило. Вот, и сейчас, когда я оборачиваюсь назад, я понимаю, что нужно просто начать действовать. Нужно, вот когда вы записали, что вы хотите достичь, и начинайте действовать, и понимаете, от действий у вас приходит энергия, вы начинаете, ну, действительно, вы втягиваетесь в процесс, и от того, что вы совершаете действие, приходит результат в итоге. Действительно, просто нужен план действий, вы его можете получить, если только захотите. Еще очень часто люди говорят, что я бы начал, но у меня нет денег. И на самом деле, вот не важна цена, если вы действительно хотите начать, это тоже я выяснил за годы, будь то 45 долларов, либо 450 долларов, 4500 долларов, 450 тысяч долларов. Да не важна цена для того, чтобы начать. Потому что, если человек хочет начать, если он понимает, что ему нужно делать, он найдет деньги. Другое дело бывает, что когда человек находит деньги, но у него недостаточно энергии для того, чтобы действовать, вот поэтому нужно понимать, что если ты хочешь начать, то ты найдешь деньги, и после того, как нашел деньги, включился в процесс, важно, чтобы сразу план выполнять, вот пошаговые действия свои, которые ты разработал тоже, либо свои, либо те, которые там получил от одного из наставников. Это очень важно. То есть, еще раз, цена, к большому счету, не важна для того, чтобы начать. Будь то 45, 450 долларов, 4500 долларов, 450 тысяч долларов. Если хотите, то найдете. Это важно. Еще раз, что мешает начать, что останавливает. Просто люди, многие не знают, чего они хотят. Установите свои цели, достижимые. Разработайте план по их достижению. И просто начинайте действовать. И я уверен, что у вас все получится. Спасибо. С вами был Александр Иванович. Увидимся в следующих видео.